Доброго здоровья, друзья! Недавно я обращалась к вам с просьбой о помощи Джене. Девочку прооперировали. Она чувствует себя нормально. Но операция была страшная, и выздоровление будет долгим. Спасибо вам всем за Джену. Сейчас речь пойдет, ребята, о двух других. Перед вами Аюма. Девочка, которая живет у нас уже почти год. Девочке приблизительно лет пять. Такая волчица красивая. И вдруг внезапно у нее начала расти вот эта опухоль на мордочке. Сначала думали, мошка укусила. Потом смазывали. Ничего не помогло. Потом опухоль внезапно начала расти все быстрее. И мы отвезли малышку к Баркову, Сергею Александровичу. Аюму сразу прооперировали. Взяли опухоль на гистологию. И сейчас девочка пока только-только отходит от наркоза. Когда вы начнете смотреть этот ролик, малышка, конечно, уже придет в себя. Но я наговариваю этот ролик именно после операции. Тяжело, ребята? Да, очень тяжело. И тяжело не то, что приходится поднимать вот таких тяжелых, ухаживать, колоть уколы, делать перевязки. Ребята, тяжело то, что не хватает финансов. У нас нет корма. Ребята, у нас нет корма. Вот скажите, что мне делать? Ну, я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Ребята, ну, что бы вы делали? Но у нас нет корма. Мне нечем накормить собак. Выпустить, открыть ворота их я не могу. Они погибнут. А без корма погибнут у меня. И получается, что я виновата, что я не могу это все сделать. Не могу достать деньги. Не могу прокормить животных. У меня только одна надежда, ребята, это на вас. И мои обращения к вам. Я показываю вам нашу жизнь. Показываю, кого мы пытаемся спасти. Ребята, вокруг сейчас столько жестокости, столько ад просто. Вы посмотрите, что делается. А еще страшно другое. Наше государство сейчас тратит деньги на тендеры по отлову бездомных животных. И очень много сволочей, ребята. Недобросовестных просто уродов, которые ради денег отлавливают этих животных. Ставят им клипсы. Даже делают надрез на животе и зашивают. Но не стерилизуют собак. Девочка, шов есть. Сделали УЗИ. Ребенок не стерилизован. Да, я рассказывала вам в прошлом году. Мама и одиннадцать чинят. Когда мы приехали и увидели маму, у нее была огромная бирка в ухе. И одиннадцать малышей. Вот это наша реальность, ребята. Очередная жертва такого тендера. Я сейчас вам покажу обращение, какое я получила. Мы поехали. Нашли мальчика. Друзья, этого лохматика мы назвали Мишка. Он действительно как медвежонок. Хомяк. Здоровый, красивый. И еле-еле ходит. У него какие-то проблемы, ребята. То ли в тазу, то ли с бедрами. Это еще надо будет обследовать и проверить. Как видите, взяли его с крышки канализационного люка. Он пытался там согреть больные лапки. Ребят, ну не могла я пройти мимо вот такого старичка. Буду очень благодарна, если мы все вместе соберемся и поможем ему пройти обследование, чтобы хотя бы понять, чем мы можем ему помочь. И если кто-то однажды отзовется и возьмет ребенка еще домой на доживание, это будет счастье. Вы с нами, друзья. Еще два дня назад мы провели стерилизацию. Стерилизовали и кастрировали 19 животных. Я не знаю, что сказать. Я показываю вам тех, кого нам удается спасти. Тех, кого оперируем. Кого выкармливаем. Ребята, ну такие приюты, как наш, они не могут выжить. Их поддерживаете только вы. Думаете, нашей власти есть для нас дело? Нет. Никакого дела нет. И бездомные никого не волнуют. Возможно, стало немножко стыдно перед Западом. А возможно, все-таки зоозащита привлекла наконец свое внимание. И уже от нас нельзя отмахнуться. Ребята, я призываю вас, подписывайте петиции. Пишите письма. Стучите и кричите в интернете. И может быть, мы расшевелим это болото равнодушие. Я прошу вас, мои хорошие. Ребята, лохматая душа — это две тысячи животных. Лохматая душа — это все мы. Все мы, кто присоединился и переживаем за этот приют. Все мы, кто хочет спасти эти две тысячи бездомышей. И если вы с нами, ребята, то, пожалуйста, отзовитесь. А еще я все время читаю ваши отзывы, ваши комментарии. Ребята, посмотрите, как мало нас становится. Подписчиков много. А тех, кто откликается, нас все меньше и меньше. И я понимаю, почему жить трудно. Но, ребят, разве можно нас сломать? Ведь мы же самые милосердные, самые добрые, самые сострадательные те, кто собрались здесь. Я вам очень благодарна. Очень. И простите, что я прошу вас о помощи. Но у меня никого нет, кроме вас. У лохматой души, ребят, вы извините, что я выступаю от имени этих двух тысяч. Я говорю от имени лохматой души, ребята. Я обращаюсь ко всем вам. Пожалуйста, спасите наш приют. Помогите нам перезимовать. И, возможно, все-таки откликнется спонсор и возьмет нас под свое крыло. Я в это верю. И очень на это надеюсь. Поддержите нас, ребят. Пожалуйста, помогите нам выжить. Прошу вас. Просто прошу. Всем сердцем. Пожалуйста, помогите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok